МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация Гомельского лядового палаца повеншавала с днем народжения своего самого данного наведывальника. А зараза б гэта меньшим больш падрабязна. Визит президента Азербайджана Ильхама Алеева у Беларусь – новый крок у развития двухбаковых относинов на перспективу. Про гэта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сёння на перемовах с лидером Азербайджана. Ильхама Алеева у нашей краини с пятым офицейным визитом. У центра уваги – гандрёвоэкономичное и инвестиционное супрационистство, реализация суместных проектов. Баки затекавлены у развития партнёрства во всех керунках – от транспорта и логистики до IT-сферы. Беларусы воспринимают Азербайджан как очень дружественную нам братскую республику, с которой у нас становились хорошие отношения. И между президентами, и в межправительственной комиссии, и торгово-экономических отношениях. Достаточно сказать, что за последний год только в три с половиной почти раза выросла наша торговля Азербайджана с Беларусью. И притом хочу вам очередной раз подтвердить и заверить вас, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Уверен, что ваш этот визит в Беларусь сегодня будет новым шагом к выстраиванию наших отношений на перспективу. А напереды дни у Минску пройшла с устреча межурадовой комиссии двух краин по хандлёво-экономичных пытаньях. По выниках перамоу стало вядомо, что до конца года у Азербайджан будут поставлены 30 машин Гомсельмаша. А уже в наступном годе там почнуть сбирать беларускую уборочную технику. ВЫНИКИ СЕЛЬСКОГОЗПОДАРЧАГА ГОДА ВЫНИКИ СЕЛЬСКОГОЗПОДАРЧАГА ГОДАРУССЯ Думаю, что всё-таки рано или поздно мы этот эксперимент приумножим, где и как ещё говорить рано, потому что надо всё-таки несколько сезонов посевной уборочной пройти, чтобы выйти на какой-то ритм и понимать экономику хорошо и понимать потребность дополнительных этих хозяйств в системе Министерства внутренних дел. Поэтому это вопрос обсуждения и дальнейшего планирования. У Речицы означали 75-ти годзе вызволение от фашистских захопников. За 27 месяцев оккупации вороги забили, закатывали и спалили больше, как 2000 мирных жихаров. Официйно, гэты населенный пункт был одвоеванны солдатами Червоной Армии, каляча троха один ранецы 18-го листопада 1943 года. После отступления с захопника у Речицы стала первым белорусским городом, у гонор, якого в Москве был даден и салют. До 75-ти годзе вызволения у Речицы промерковали святочный концерт и выставу с фонда Украизнавчего музея «Живый летопись войны». Я помню этот день, жестоких боев, но сопротивление было большое. Народ сразу на третий день после освобождения, это было в ноябре месяце, значит появились наши танки Т-34, первые, ну и с цветами у кого были, и так дружно встречали. Мой прадед Гапоненко Давид Киреевич освобождал Гобельскую область, погиб в 43-м. Вспоминаем с благодарностью моего прадеда его имя. К сожалению, не знаем, где он похоронен, но всегда посещаем братскую могилу, потому что где-то в такой же могиле, возможно, похоронен и он. 23 листопада 1943 года были вызволены Брагинские и Хойницкие районы, а 26 листопада – Гомель. Фрагменты легендарного танка Т-34 знайшли у поселку Золотый Рог Ветковского района. Миновита гэтая боевая машина володала универсальной и технично-досканалой конструкцией. У листопаде 1943 года у поселку проходила операция по вызволению Гомеля. По водле документа удельничали и танковые полки. У вынеку вернулись не усе. Два года тому уже унуки святковой войны распавяли, где стоял один со страченных танков. Дякуючи суместной и отладжанной праце разведгруппы Музея Великой Айчыной войны, громадского объединения памяти Айчыны и техничные подрымцы Ветковского предприемства о памяти и рации, пошуки увенчались по успехам. Признан был он самый лучший танк, который есть в истории Второй мировой войны. Достали мы сегодня очень много фрагментов. Это катки, днище, дно танка с эвакуационным люком, ленты, как называют их траки. Это с обеих сторон. Мы не считали, но практически, наверное, не все здесь. Лобовая броня, фрагменты лобовой брони, тяги, передач. На этом месте, в этой деревне, пропало семь экипажей танков. Это информация из боевых донесений времен войны, то есть от Министерства обороны. Мы пытались отыскать эти танки, опрашивали местное население. И нам подсказали, что вот в этом месте, где-то в этом месте находился танк. Мы его искали два года. Узнятые фрагменты Т-34 отправят в Станьково, где размещается экспозиция боевой техники Музея Великой Ищиной войны. После легендарный танк планует реконструировать. В Гомере проходят методичные мероприемства для выкладчика русской мовы у Тымлику и Якзамежной. С научными семинарами приехали ведущие специалисты Московского института русской мовы имя Пушкина. На протягу некоторых дней выкладчики проведутся в областном центре шерах лекций, майстер-классов и тренингов. Головная тема – сучасные тенденции в развитии русской мовы и литературы. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Инициатором и организатором проведения серии семинаров выступил Российский Центр науки и культуры. Пляцовкой для проведения методичных мероприемств обрали Гомельский Державный Университет имя Франциска Скарыны. Тут даже 6 лет на филологичном факультете з'явилась новая специальность – русская мова Якзамежная. Затекавились агэтым накерунком в учобы у приватности молодые люди с Туркменистана и Китая. Будучим, яны плануют вернуться на родиму у якости выкладчика русской мовы для своих суайчинников. В последние годы таким заметным явлением стало присутствие в нашей жизни, в нашей учебной работе студентов из-за рубежа, изучающих русский язык как иностранный. Центром развития этого направления, этой, можно сказать, методической науки, этой деятельности является Институт русского языка имени Пушкина. Сейчас, в настоящее время, у нас такая более эффективная и более правильная форма повышения квалификации – это проведение семинаров, целой серии семинаров, семинарских занятий. Новые методы и формы выкладания русской мовы зуликом сучасных аддукацинах и информационных технологий затекавили многих. Заявки на уделы семинаров подали коля 40 педагогов. Право выступить вперше представили профессору финансового университета при Урадзе Российской Федерации Вользе Бурукиной. У своей лекции она представила русскую мову як самую гнуткую, моцную и эмоциональную у свете. Это не самый сложный язык в мире. Я по первой специальности переводчик английского, финского, шведского и испанского языков. А финский язык гораздо сложнее, чем русский, потому что в русском языке всего шесть падежей. В финском различные грамматисты насчитывают от 12 до 16, и в венгерском – 22. Но русский язык дает возможность именно формирования системного мышления. А кроме атерыточной частки, запланованной проведения майстер-классов, на их удельники семинаров ознайомятся с творчими подыходами выкладания русской мовы у тым лейку и с выкористанием ораторского и музычного мастерства. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадо «Кампания Гомель». На площади Ленина у Гомеля начали монтаж галонной елки в области. Яки ранее, она будет штучной. Зараз сбирается ее металличный каркас. Позднее на им з'явятся тысячи елочных галинок. Завершальным этапом станет пригоживание новогоднего древа светловой иллюминацией и оздабленнями. Святочными огнями зеленая пригожунья зазяя у середине снежня на урачистым открытии. Снег галалюдится и до 4 градусов морозу. На этом дыне у регионе прогнозуется саправды зимовый характер надворья. У ближайшие дни истотных опадков не чакается. Температура поветра на протягу суток складе от минус 3 градусов до нуля. Починаючи с сирады, крыху похолодает. У день будет не теплее 4 морозу. С пятницы чакаются снегопады, макчимы мокры снеги, дождь. На дорогах захавается галалюдится. Да и просить быть особливо важливыми и осторожными. Кожный третий же Харгомельской области зарабил прищепку от гриппу. За кошт республиканского бюджета вакцинацию пройшло 13% насельництва региона. Гэта медработники, цяжарные женщины, дети дошкольного взросту, доросые с хроничными захворваннями и пожилые грамадяне. На данный момент полностью завершена иммунизация людей, которые относятся до группы высокой риски заражения на грипп. У нашей области гэты контингент охоплены на 75%. Выники минулогодней вакцинации показали. Узровень захворвання сирот прищепленных особ у 7,5 разу ниже, чем у тех, кто не прошел вакцинацию. Личится, что таким чином попереджено больше 1400 выпадков гриппу, у темлику ускладненных формов. Еще есть час скорыстаться макчимостью оборониться от гриппу с допомогой прищепки. Компания по вакцинации протягнется до первого снежня. Его силы и энергии поза издроззець и молодые. У своей маль 90-х годов левый лич Нуидель с легкостью накручивая круги по арене Гомельского лядового палаца. Двойче на тыдень он наведвая масовое катанье. У першыню на коньки став яшчэ до того, як пайшоу школу, и с того часу не кидая любимого хобби. У гэтая дни Лео Ильича значает день на раджэння. Администрация лядового палаца повиншывала свайго постоянного на протягу амаль 20-х годов наведвальника. Даречи, Лео Ильич не только катается, а лейда помогая парадами пачатковцам. Просит показать, как кататься. Надо вот такие ножки держать, вот такие, не прямые, а именно вот такие ножки, пружинные ножки. И шевелиться тихонько вправо, влево, вправо. Не такой, как столбик, а именно корпус. Вот так надо кататься. Гэтая, так сама и иншая новинка, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Горел дважды за год. В Гомельском районе на одном из деревообрабатывающих предприятий произошел пожар в здании склада готовой продукции. Накануне вечером в Центр оперативного управления МЧС поступило сообщение о пожаре на складе предприятия «Промдревсервис», расположенном в деревне Уза Гомельского района. Компания занимается изготовлением различной продукции из древесины. Производство является пожароопасным. К месту ЧП выехали несколько пожарных расчетов из ближайших подразделений МЧС. Открытым пламенем горела кровля склада готовой продукции. В нем хранились поддоны, доски и брус. Пожар удалось ликвидировать в течение 40 минут. Огнем уничтожена крыша на площади в 700 квадратных метров, готовая продукция и пиломатериалы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – поджог. К ней подталкивает и тот факт, что полгода назад, 12 мая, здесь же, на открытой площадке в 500 квадратных метров, горели древесные отходы производства и прочие пиломатериалы. Тогда пострадала шиферная кровля трех складских помещений. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и четыре получили телесные повреждения. В субботу вечером в Ельском районе водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь со стороны деревни Добрынь в направлении пункта пропуска «Новая Рудня», сбил 35-летнего пешехода. Мужчина двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении. При этом в темное время суток пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. Мужчина пешехода не заметил водителя, был совершен на него наезд, из чего пешеход от полученных стран скончался на месте происшествия. В Гомельском районе примерно в 21.20 46-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Авентис» и двигаясь по автодороге со стороны деревни Шарпиловка в направлении Гомеля, из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением транспортного средства, выехал за пределы проезжей части на обочину и опрокинулся. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, с которыми самостоятельно обратился в больницу, после чего был госпитализирован. На следующий день в Гомеле примерно в половине 12-го не разъехались на пересечении улиц Владимирова и 8-я Иногородняя 29-летний водитель, управляющий автомобилем «Форд Фиеста» и 41-летний владелец «Хонда Аккорд». В результате столкновения водитель «Форда» получил телесные повреждения, но после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой. Иметь автомобиль, работающий на природном газе, выгодно, но при этом следует соблюдать дополнительные меры безопасности и своевременно проводить освидетельствование газового оборудования. В Гомеле в одном из гаражных кооперативов по улице Инцинданской в результате утечки газа из автомобильного газового баллона произошел взрыв. Автомобиль находился в гараже. Взрывной волной повреждены стены этого и соседнего строений. Сейчас они находятся в аварийном состоянии и требуют незамедлительного капитального ремонта. Счастью, обошлось без человеческих жертв. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» вышла в 1-8 финала Кубка Вызова Европейской Гонбольной Федерации. В третьем раунде квалификации гомельчанки в двухматчевом противостоянии были сильнее литовского «Жальгереса». Преимущество в четыре мяча, которое Гомель добыл на поле соперника, позволяло чувствовать себя перед домашней игрой довольно уверенно. К тому же дружина тома же Чаттера сейчас в почти максимальной боевой готовности. Из ключевых игроков отсутствует только левая крайняя Ирина Дронова, которая восстанавливается после травмы. Первый тайм гомельского поединка получился довольно нервным. Хозяйки площадки вели в счете, однако судьи не скупились на удаление. Почти треть тайма гомельчанки провели в меньшинстве. К тому же два двухминутных штрафа в свой пассив записала главный бомбардир команды Наталья Котина, что вынудило ее играть более осторожно, особенно у своих ворот. Еще одно удаление отправило бы гонбалистку досматривать игру с трибуны. Равноценной замены на ее позицию тома же Чаттера не было. Несмотря на это, на перерыв гомельская команда пошла с преимуществом в три мяча 15-12. Сейчас они разгонятся. И покажут свою игру. Девчонка играет спокойно, только единственное, немножко в защите есть такой легкий сумбур. Сейчас, я думаю, подкорректируют, там тренер поправит их, и все будет нормально. После перерыва литовские гонбалистки быстрее вошли в игру и подобрались к хозяйкам на расстоянии одного гола. Такой ход событий вынудил гомельчанок встрепенуться. И вскоре они вернули себе контроль над тем, что происходит на площадке. Иногда преимущество хозяек доходило до шести голов. Однако после финальной сирены табло зафиксировало все те же, что и в Литве неделю назад, плюс четыре в пользу гомеля. Чуть-чуть нервничали, и не все получилось с первых минут. Может быть, потому что большая ответственность все-таки дома. Хотелось показать хорошую, достойную и красивую игру в первую очередь. Из-за этого допустили достаточно много таких технического брака. Поэтому еще был качель, скажем так. Что касается наших нападений, не стыкло все так, как бы я хотел. И они сами. Просто много технических ошибок, быстрых бросков, непонятных поворотных. Ну, в принципе, довольны. Соперник гомеля по одной восьмой финала Кубка вызова станет известен после жеребьевки. Пока же гомбалистки отправились в состав сборных для подготовки и участия в квалификации чемпионата мира 2019 года. Томас Чаттер вызвал под знамена белорусской команды шесть гонбалисток Гомеля. Наталью Котину, Кристину Охраменко, Викторию Шимановскую, Ирину Мокот, Ирину Трезной, Екатерину Селицкую. Анна Редька и Леся Смолин кот были в расположении сборной Украины. Хоккеисты Гомеля также порадовали болельщиков успехом на международном уровне. Подопечные Олега Хмыля вышли в финал континентального кубка. Рыси с двумя победами и одним поражением в активе заняли второе место в группе Д полуфинальной стадии турнира. Соперниками Гомеля в борьбе за трофеи будут казахстанский Орлан, польский Котовица и британский Белфаст. Из белорусского десанта на чемпионате мира по боксу среди женщин борьбу за медали продолжает только Виктория Кебикова. Гомельчанка в 1-8 финала была сильнее таджикской спортсменки Гульмиры Исроловой. В четвертьфинале ей будет противостоять спортсменка из Казахстана Фариза Шалтай. Поединок состоится завтра. На стадии 1-8 финала борьбу за награды чемпионата мира прекратили белорусский Юлия Апанасович и Алла Ершевич. Всего на континентальное первенство отправились 7 спортсменок из нашей страны. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok